Здравствуйте, Павел очень горячий. Андрей Васильевич вам рассказывает о подходах к коррекции внутричневной гипертензии в центре взрослого возраста. Сейчас небольшая будет лекция по поводу особенностей обеспечения детей с чеком геотравмы в детском возрасте. Актуальность очевидна, что травма является ведущей печенолитальностью детей старше от одного года. И в том, что дети сильно различаются внутри своего возраста, различаются и есть физиологические, морфологические особенности, особенности фармакотерапии. Поэтому есть определенная сложность в лечении этих пациентов. Известно хорошо, что для пациентов взрослого возраста были созданы гайдлайнеры. Причем они претерпели несколько изданий для ведения пациентов с тяжелой черепозговой травмой. И попытка таких же гайдлайнеров была создана для пациентов детского возраста. Они разрабатываются в этот период времени, и основой их составила все практически работы, цитируем, которые касались пациентов взрослого детского возраста, начиная с 66-го года. А позиции, которые обсуждались, они соответствовали гайдлайнцам взрослого возраста. И поэтому мы будем как бы поэтапно рассматривать позиции, которые приведены в гайдлайнцах детского возраста. Организация и госпитализация детей с тяжелой черепозговой травмой. В этих гайдлайнцах в результате анализа материала было показано, что исходы у детей с тяжелой черепозговой травмой лучше в специализированных детских стационарах, или во взрослых травматологических центрах, укомплектованных педиатрами. Поэтому вывод был сделан следующим образом, что дети с тяжелой черепозговой травмой госпитализируются в специализированные детские стационары. До госпитальной этапа. Обеспечение проходимости дыхательных путей. Было показано, что необходимо избегать гипоксии. И при ее развитии она должна быть корректирована. Оптимальным является ингаляция кислорода. И насчет интубации трахеи. Было показано, что при интубации трахеи у детей не специализированными гиатрическими бригадами возрастает летальность из-за технических проблем и осложнений. Поэтому оптимально считается до госпитализации вентиляция за счет масочной вентиляции с использованием кислорода. Оптериальная гипотезия. Очевидно, что оптериальная гипотезия должна корректироваться. Вот такая формула, которая помогает практическому врачу понять, что считает у ребенка оптериальная гипотезия. После какого предела мы начинаем свои мероприятия. Ну, естественно, общие критерии гипоксии, которые необходимо учитывать. И, исходя из развития этих симптомов, проводить коррекцию. Артериальное давление должно тщательно мониторироваться. Артериальная гипотезия должна незамедлительно корректироваться. Инфузионные терапии. Это важный момент, который подчеркивается на домоспитальном этапе. Протекция дыхательных бухей осуществляется у детей в коме. Для напряжения гипотезии, гиперкарбии, астерации. Необходим мониторинг. Профилактическое использование монитора на до-воспитальном этапе не оправда. Исключение клиника развития инфузионного синдрома. Седакция и аналгезия могут использоваться врачом по собственному уже усмотрению для оптимизации транспортировки пациента. Алгоритм интенсивной терапии при повышении внутричеркового давления. Компьютерная терапия, установка партнерматозного датчика или наружного электрикулярного дренажа. И первая ступень терапии. Литморное тренирование, седация, приходит на головной конец. В принципе, известная вам вещь. Дальше. Повторное повышение пищевого давления. Обязательно контроль компьютерный терапический. Использование умеренной гипервентиляции. Гиперосполярная терапия, бандбитурат, гипотермит, декомпрессивная треподация. Здесь также, как и у пациента взрослого возраста, возможно перемещение этой позиции на более ранние этапы. Показания к мониторингу внутричеркового давления у детей. Мониторинг является адекватным у детей с тяжелой череповодявой травмой, коматозным состоянием. Наличие родничков и незавращение швов не исключает развитие внутричеркового гипертензии. И опять же, в детском возрасте нет отчетливой ясности, кто входит в группу риска по развитию внутричерковой гипертензии в сравнении с обрушением. Мы увидели, что Андрей Васильевич вам приводил некие данные, которые позволяют прогнозировать и предполагать развитие внутричерковой гипертензии. Коррекция внутричерковой гипертензии. Все-таки критическим породом считается 18 лет крупного столба. В раннем детском возрасте, наверное, ниже. И вот такая опция, которая приводится к протоколу. Но, однако, критическое значение внутричеркового давления в детском возрасте и взаимоотношения с другими внутричерковыми процессами не выяснили вопросом. Методика. По сути дела, здесь нет принципиального отличия от пациентов взрослого возраста. Допустимо, используем метрикулярного, бронхематозного, супердюрального датчика. При метрикулярном датчике возможно так додренировать гипер. Про это тоже вам говорил, Андрей Васильевич, это дополнительно уменьшает внутричерепной объем и облегчает коррекцию внутричерепной гипертензии. Прибральное перфузиованное давление. Понятно, отличие от взрослых. Да? Больше 40. ЦПД в пределах 40-60 является оптимальным. Это положение, конечно, требует уточнение новорожденных детей младшего возраста. Расширенный нейромониторинг может быть использован для определения индивидуальных значений. Вот это важные, мне кажется, данные. Они взяты из статьи Чемберса, 2006 год, в журнале нейрохирургической, мемологической психиатрии. Но вот, скажем так, средние нормальные цифры, которые получены в зависимости от возраста пациента. Вы видите, что есть все-таки тенденция к некому более низким нормальным значениям. Ну, скажем, этот порог даже не то, что это нормальное значение. Это порог, после которого возникали некие нейрологические проявления. Вот это вот данные церебрально-конфузионные долины тоже усредненные рассчитанные. Там довольно интересные расчеты приводятся, и обоснования вот этих цифр, но мне кажется, что это любопытно. Седация, миорелаксанты. Пролечение беспорядок седативных препаратов, анальгетиков, миорелаксантов принимается лечим врачом. Нет доказательств эффективности этих препаратов, коррекция внутречерпной гипертензии у детей и улучшение результатов лечения в целом. При использовании миорелаксантов повышается риск пневмонии и отсроченной диагностики в соужившем состоянии. Это очевидная вещь. И пропахол, естественно, не рекомендован в младшем детском возрасте из-за возможных проблем. Метаболический ацидоз и нарушение деятельности сердечно-осудистой системы. Тренирование липера. Показано. Да, так же, как и у взрослых. Комбинация вентакулянтного и любая тренировка. Возможно только у цеппы при открытых базальных тестах. Естественно, это очень опасная опция. Мало кто на нее решится. Гипросмолярная терапия. У детей также возможно использовать геропроцерфул натрия хлорида, помимо иммунитола. И определенная схема введения. Она известна педиатом. Вот такие пределы осмолярности при маните. Вот такие пределы осмолярности при использовании геропроцерфул натрия хлорида. Препараты могут комбинироваться. Гипровентиляция. Очевидно, как и у взрослых, профилактическая не должна использоваться. Умеренная гипровентиляция показана для лечения внутричной гипертензии. Устойчивая к седации, анагезии, меролоксантов, дренированию. Целестной жидкости и осмотерапии. Таким образом место ее устанавливается. Агрессивная гипровентиляция используется кратковременно при развитии клиники дислокации. И остро нарастание нейрологической симптоматики. Гиперемия головного мозга не является характерной для детей с черепно-мозговой травмой. Реакция сосудов мозга на гипровентиляцию может быть крайне вариабельной. Барбитуратор. Высокие дозы барбитуратор могут быть использованы в церкви с устойчивой внутричерепной гипертензией. Но вопрос стабильности гемодинамики. Здесь естественно надо понимать, что если мы уже идем на использование дарбитуратора, пациент все-таки должен иметь некую перспективу восстановления. Температура тела. Очевидно, что у детей тоже влияет на интраклониальные процессы как фактор вторичного повреждения. Декомпрессивная крайне эктомия у детей. Показано у детей с черепно-мозговой травм диффузным отеком мозга, имущественная гипертезия, резистентная к медицинному фармакологическому лечению. Может улучшить исход заболевания. Вот такие данные. Вопрос о том, когда показания диффузного отека мозга в данном КТ исследовании в период меньше 48 часов после травм. Отсутствие выраженного повышения крючерепного давления и отсрочное резкое нарастание нералогической синдроматики, развивающейся клинической институционной стеркви. Вот этот период все-таки ограничивает ситуацию, когда мы закладываем сюда идею, что у пациента есть перспективы. Естественно, у пациентов с вторичным обширным повреждением мозга эффективность крайних тамини минимальна. Ортокостероид. Не рекомендуется у детей с тяжелой черепно-мозговой травмой. Отсутствует убедительных давний о положительном влиянии на исход заболевания. Используем дециметазон. Вот в этой дозе миллиграмм на транссутки. Вы сами понимаете, большая доза в острых периодах тяжелой черепно-мозговой травмы приводит к снижению орган-кортизола, плазмы и повышению частоты инфекционного послажения. Вопрос заместительной гормональной терапии вот в этих гайдлайцах никак не обсуждался, хотя вероятность надпочечников недостаточности и телевоидного дефицита, естественно, после тяжелого травматического стресса и после травматической болезни, вероятно. Метаболизм. Вот здесь есть некие такие данные, которые я привел еще в этой лекции, которые касаются специфики детского возраста и детского мозга. Метаболизм глюкоза в мозге детей выше, чем у взрослых, приходится на 6 лет. В острейшем периоде травмы выберем гиперметаболизм глюкозы с последующим снижением метаболизма. Незренный мозг обладает уникальной возможностью метаболизировать кетоны. Это является возможной перспективой для кетоновых диет. Нутритивная поддержка. Это данные, которые были раньше, но, возможно, возможно, им нет необходимости использовать такой объем калорической нагрузки. Специалист у нас фликманов по питанию детей, в том числе с челюбной мозговой травмой. Так что я думаю, что всегда можно с ним какие-то моменты обсуждать. Это 9-я детская больница. Противосудорожная. Чуть другие показания, чем у взрослых. При наличии очагов кушиба для первичных КТ и детям младшего возраста. Из-за высокого риска гимнализованных судорожных даже при лёгкой челюбной мозговой травмой. В остальных ситуациях противосудорожная терапия обоснована при наличии электрофилологических нарушений. Мониторинг сейчас, нейромониторинг в контексте электрофилологического, мониторинг активно входит в ней реанимации. Антикакториальная терапия. При проникающей и при установке датчика у детей это является показанием для антикакториальной терапии. Очевидная вещь тоже снизила. Любой гайдлайнс упорядочивает мысли и каким-то образом стабилизирует и стандартизирует подходы. Ну и просто сам факт осмысления гайдлайнса, естественно, врачи требуют дополнительного углубления в проблемы. Поэтому я думаю, что и в этом кроется эффективность использования протоколов. Еще по специфике детского возраста. Было раньше мнение, что детский мозг легче приносит травму, не улучшили резервы восстановления. На самом деле это не совсем так. И что тяжелый череп мозговая травма в детском возрасте, в развивающемся мозге, вызывает усиление апопоза в большей степени, чем у взрослых. Для детей типичен срыв аутрегуляции мозгового кровотока. CPP стратегия, стратегия перфузионного давления, должна использоваться у детей или очень опытными интенсивистами, либо на фоне расширенного мониторинга с оценкой данных. Предпочтение отдается ICP стратегии в детском возрасте. Декомпрессивная преподация. Преимущество в детском возрасте. Более типичен диффузный отек мозга. И гипотермия, возможно, у пациентов детского возраста тоже будет иметь некие преимущества. Также отмечается высокий риск ранних посттравматических судоров, по отличие от взрослых. Оправданно, ранних. Высокий риск реализации вторичных факторов повреждения мозга. Мозг более чувствительный. И непредсказуемая чувствительность к ряду фармакологических средств, которые могут как блокировать, так и усиливать нейротрансмиссию. Тем самым, ряд фармакологических средств может усиливать апоптоз в детском возрасте. Причем сюда входят и бензодиазепины, и филетоины, и барбитураты, и ряд анестетиков. Это непредсказуемая ситуация. Мы не можем точно знать, у какого ребенка это может сработать. Проблема. Понятно, что преимущественно финансируется исследование взрослых. И по сравнению со взрослыми, ограниченное число исследований посвящено пациентам детского возраста. И вот эти данные, это, естественно, анализ, тщательный анализ всех исследований, но они имеют слабую доказательную базу. И длительно существующая догма, что развивающийся мозг легче, переносит травму, ошибочный детский мозг, и в большей степени уязвим в результате черепной травмы, чем взрослый. Естественно, понятно, что необходимость в развитии этой проблемы очевидна, и она существует. Так что вот такая вот первая лекция.